всем хорошего дня с вами матрощик лёха как вы знаете все работы с гипсокартоном полностью завершены и чтобы никого не водить в блуждение своими косяками хочу в этом ролике указать все свои ошибки и подчеркнуть некоторые ну такие спорные я считаю что критика это хорошая полезная вещь в критике будет рождаться истина поэтому погнали первое с чего хочу начать это с просекателя что купили будет и быстрее и круче и вообще супер но приобрел но попользовался в общем он и не понравился так как на тот же самый саморез пресс-шайбой каркас получался более прочным чем на прославленный просекатель а при монтаже потолка так вообще не смог им никак воспользоваться либо был просекатель более на дешевый либо был профиль очень тонкий так что скорость выросла а качество нет но либо третье у меня руки жопы так что на моем личном примере он не зашел второе это приобретение как раз того самого тонкого профиля у меня привычка закупать все наперед ну я купился на дешевую цену как оказалось дешевле был потому что толщина была 0 35 из личного опыта могу сказать что меньше 0 5 миллиметра профит для стен и потолка лучше вообще не использовать 0 35 тоже подойдет но для каких-то декоративных элементах возможно именно поэтому просекатель мне не понравился ну и конструкция естественно будет более веленькой это кстати была ошибкой но перепокупать не стал собрал из того что было следующая ошибка который исправил прямом процессе монтажа это использование демпферной ленты она нужна температурное расширение и улучшает звукоизоляцию наших стен перегородок в этот раз я купил но купил когда уже часть конструкции была собрана по разбирать но я ее там использовал поэтому ошибку можно снять но поначалу она была неоднократно указывали на четвертую ошибку это монтаж гипсокартона в один слой это неправильно это непрочно согласен два слоя прочнее лучше шум изоляция возможен повесить полку опять же маленькую если будет под книги не выдержать равно развалится но офисное помещение делается в один слой с двух сторон это уже давно известная практика к тому же у меня одна стенка точнее перегородка с одной стороны однослойная где коридор а с внутренней стороны стены двухслойная поэтому спорная ошибка конечно пятая ошибка спорная это неправильная толщина гипсокартона то есть якобы не согласен но если это считается ошибкой то я должен ее озвучить стенами сделаны из 12,5 мм а потолок из 9,5 мм со слов профессионалов это неправильно нужно все монтировать только 12,5 мм стены можно из обычного а потолок только из 12,5 мм благостойкого гипсокартона на вопрос а для чего это придуман 10,5 мм ответ простой для коробов для моей арки для полочек то есть для декораций но ошибка есть но я с ней согласен следующая ошибка это неправильный каркас а именно расстояние между стоящими профилями должно быть 40 а у меня 60 а почему лёхе 60 потому что лёха сразу сделал все под шумоизоляцию но он идет 60 метров 20 поэтому сразу положил и все и ничего не дорезать двигать но это считается ошибкой потому что если делать шаг 40 сантиметров то конструкция будет более устойчивый но один аргумент в мою пользу так как профиль сейчас не дешевый и при использовании шагом каждые 40 сантиметров мы увеличиваем стоимость всей конструкции металлической на 30 процентов а у меня как бы ближе к бюджетному варианту но это ошибка следующая ошибка тоже очень спорная я с ней вообще не согласен но я озвучу это не скобочках логическое использование закладных закладные в гипсокартоне нужно что повесить сюда что-то массивное тяжелое то есть люстру кронштейн полку телевизор я использовал еще и подрозетники чтобы нельзя было вырвать розетку и написали что загорится дом будет внутри возгорание внутри гипсокартона непонятно почему но там будет поэтому поверим на слово так вот для чего это сделал есть личности надеюсь на таких нету но которые любят дергать за провод чтобы вытащить вилку это не первый случай и таких много бывает я с такими сталкивался и не раз так в этой серии работаю так вот если розетка в монтиру на гипсокартон и вот так вот а хотя бы два раза допустим пытаться выпустить пылесос дергать за провод то в принципе розетка может остаться в подрозетнике но подрозетник может не остаться в гипсокартоне он просто вылезет наружу и вот в избежание таких случаев я сделал закладные и загореться там ничего в принципе не должно если провод целиковый у меня еще и фрлс поверьте такого не будет восьмая ошибка это дверной косяк тут необходимо делать либо из целикового куска гипсокартона либо из двух составных кусков в этот раз сделать правильно мне удалось а в первый раз я сделал ну как считал что там ну правильно нужно и поплатился вот итог помните так делать не надо делайте либо из целикового либо из двух составных иначе трещину не избежать следующая ошибка это использование профиля вместо подвесов в моем случае я так сделал так мой потолок является маленьким и он является связующим между двух стен помощью потолка я как бы объединил две стены в одну большую букву п то есть ну как бы один целиковый каркас но так сделать нельзя подвесы придуманы не просто так десятая ошибка это не использование зазоров между потолком и листом листом и полом листом и стеной да есть грешок я также забыл про отступы хватило просто подложить кусочек гипсокартона но потом я в принципе ситуации выпутался я взял нож и сделал отступ то есть его прорезал но нужно делать сразу отступы то есть я не стал оставить как есть я все-таки свой косяк под правил признаю была мне ошибка такая следующая ошибка это неправильная разбежка по саморезам комментариев было много практически везде для потолка это 15-20 сантиметров а для стен 25-30 нормы придумал не я нормы прописаны изготовителем гипсокартона а что сделал лёха а у лёхи везде гостовский стандарт 13-17 сантиметров потолок стена пол неважно но это считается ошибкой потому что это во первых не по технологии во вторых это неэкономно следующая ошибка который считал что исправил оказалось что нет это перемычки их делается в шахматном порядке где-то не меньше тысячи сантиметров либо полностью целиковые листы и по центру перемычка не делается я ее сделал эта перемычка вообще там не нужна не для этого она это считается грубейшей ошибкой плане расхода материала и последняя 13 ошибка это конструкция потолка потолок сделан из профиля 2860 шагом 40 сантиметров и между ним соедина еще одна планка из профиля такого же как бы в единую конструкцию эта планка там вообще не нужна она также там не работает если хотел как-то усилить укрепить конструкцию эту планку нужно было целиком кинуть над профилем так показано вот на этой схеме это правильный монтаж такого потолка и такой потолок я сделаю это будет мой четвертый потолок из гипсокартона а делать я буду в зале там будет еще имитация бруса там будет все красивенько но это будет уже после камина а камин будет осенью поэтому плюс-минус полгода придется подождать все я очистился указал все свои косяки если конечно что-то пропустил пишите под первым закрепленным комментарием под этим видео чтобы все смогли это прочитать понравился вам данный формат разбора своих же собственных косяков то есть ну как стоит ли в дальнейшем что подобное делать свои разборы любых построек любых конструкций напишите что думаете на сегодня у меня все не болейте не исключайте с вами был лёха всем пока